Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина. В 2022 году сборник Евгения Коковина «Мы поднимаем якоря» отмечает 50-летний юбилей. К этому событию мы предлагаем вам послушать отрывки из рассказа «Последний сон Большого Толея». Это история о непростой жизни охотников и оленеводов в суровом заполярье. Им приходится кочевать, чтобы у оленей была пища, много трудиться в колхозе и защищать своих рогатых подопечных от нападения волков. Горкот-олей – вожак волчьей стаи и самый страшный хищник для всех обитателей колхоза «Северная звезда». Уже много лет огромный, наглый и очень хитрый зверь поедает оленей из стада и уходит во свояси. Нет на него управы. Даже самые заядлые и смелые охотники не могут справиться с хищником. Найдется ли тот, кто спасет стадо оленей от погибели? Послушайте отрывок из рассказа и узнаете. Жила на свете девочка и жил-был серый волк. Так начинаются сказки. Но то, о чем я хочу вам рассказать, совсем не сказка. Самая настоящая быль. А девочка жила, росла и теперь она уже взрослая. И волк был, только не серый, а серо-белый, заполярный волк. Самого матерого хищника, заклятого своего врага, олени и пастухи, ненцы, прозвали Нгаркот-олей, что означает «большой вор». Это был огромный, широкогрудый и широколобый, сильный зверь. Наглый, как все волки. И хитрый, как далеко не все, его тундровые собратья. Он был страшен в стремительном беге, в свирепой внезапности прыжка на оленя, в мертвой хватке крепкозубых челюстей. Многие десятки оленей загубил Нгаркот-олей в тундре. Его гибели ждали все люди. Его страшились и ненавидели. Его кличкой пугали маленьких ребят. Нагаркот-олея устраивали многолюдные облавы, устанавливали тугие стальные капканы. Но опытный коварный большой талей был неуловим. След Нгаркот-олея был хорошо знаком охотникам и оленеводам. На правой передней лапе у большого вора недоставало двух когтей. Как-то в молодости он попал в цепкие клешни капкана. В то время дочери пастуха Ефима Лаптандера Ане было 13 лет. Охотник Степан Хантазейский вернулся в становище злой. Он зашел в чум к Ефиму, долго рассказывал об огромном ушедшем волке и ругался. А потом, выпив семь кружек крепчайшего чая, успокоился и стал уверять хозяина чума. Больше он к нашим колхозным стадам не придет. Не придет, верно говорю тебе, и других волков отвадит. Аня слушала охотника со страхом. Она боялась волков, ведь даже взрослые говорили о волках с тревогой и как о самых злых врагах. Волки губили оленей. А у Ани теперь был свой олень, маленький подшефный олешек, сырты. Как Аня любила его, своего сырты. Она любила всех оленей, но белого оленя сырты больше всех других. Она была уверена, что когда сырты вырастет, то будет самым красивым, самым выносливым и быстрым в стадах колхоза Нгернумгы. Только бы не волки, но предсказания охотника Степана Хантазейского не оправдались. Спустя два года хищник вернулся и привел с собой стаю, волчицу и шесть молодых волков. Нгарко-талея узнали по следу передние лапы, без двух когтей. Этот след своими размерами 130 миллиметров поражал даже самых старых и всего повидавших на своем веку охотников. После каждого налета стаи большого талея в стадии не досчитывалось 30-40 оленей. Аня, дочь Ефима, окончила в Наринмаре семилетку и уехала в Архангельск, в медицинское училище. Счастлив был уже немолодой оленей пастух Ефим Лаптандер. Что ему еще надо? Силы есть, и за оленями ухаживать он будет еще долго. Дочка фельдшерское образование получит, а потом, может быть, и врачом станет. В доме просторно, оленью упряжка поместится. В доме тепло и светло, даже в длинную полярную ночь. И радио веселит душу и рассказывает каждый день о том, что происходит на белом свете. Все хорошо у Ефима. Всем он счастлив. И только снова пришедшие горькие мысли о погибших недавно оленях ангаркот аллея омрачают его лицо. Завтра утром Ефим опять уедет в стадо к своим оленям. У Ефима все подготовлено на завтрак к отъезду в стадо. Он говорит жене, Варвара, сейчас пиши письмо Анне. И диктует. Живем хорошо. Все хорошо. Когда приедешь? У нас только одно плохо. Все еще лютует проклятый талей. Опять загрыз много оленей. Много отбил. И загрыз твоего сырты. После окончания медицинского училища комсомолку Аню Лаптандер не нужно было спрашивать, куда она хочет поехать работать. Все. И преподаватели, и студенты знали. Анна поедет в тундру. В родные места. Аня, получив сегодня письмо из дому, все писала и писала ответ родным в далекий заполярный колхоз. Да, скоро она закончит учение и приедет в заполярье. Ей хочется поскорее обнять отца и мать, братика Митю, увидеть знакомых. Она ждет, не дождется, когда помчится на оленей упряжке по тундре. Она будет лечить ненцев. Теперь она умеет бороться с болезнями. Обо всем написала Аня Лаптандер своим родным. И только об одном умолчала. Ангаркот аллея. И о любимом погибшем сырты. Она знала, сколько горя и бед принес большой вор колхозникам северной звезды. Лишнее упоминание о таллее еще больше разбередит и без того растревоженную душу отца. Думать и писать о сырты белом олене ей было больно. Аня умела стрелять из ружья. Раньше она даже охотилась в тундре. Но что она могла сделать хотя бы с таллеем, когда в борьбе с ним пока были бессильны даже многоопытные тундровые охотники? Сможет ли юная медсестра Аня помочь оленеводам защитить стадо от хищника? Как будет увековечена память об ее любимце белом олене сырты? Узнайте, прочитав до конца рассказ Евгения Каковина «Последний сон большого таллея» из книги «Мы поднимаем якоря». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова